Следующий вопрос от Киры. Добрый день, Дима, ты очень красивый и стильный молодой человек. Скажи, пожалуйста, кто занимается твоим стилем и образом? Сам или есть люди, с которыми ты советуешься по этим вопросам? Ой, ну, я много уже говорил, почему-то в последнее время мне все чаще задают вопрос, кто, кто, кто это сделал, кто этим занимается. Никто этим не занимается, но лукавить тоже не буду, я смотрю журналы, я, когда создаются концертные костюмы, естественно, мы обращаемся к тем людям, у которых их профессия, это прежде всего следить за трендами, понимать, что сейчас актуальна клетка или полоска, потому что я в этом ни черта не понимаю. Вот, и эти люди, конечно, помогают в создании сценического образа, там, я не знаю, образование в ГИТИСе позволяет не обходиться без гримеров, без всяких, но при этом, когда я прихожу, например, в какие-то магазины, у меня есть магазины, с которыми я сейчас активно дружу, и мы всем коллективом Forbost с этими магазинами дружим, мы приходим, нас, значит, проводят в отдельную гримерку, такую большую, наваливают кучу вещей, мы начинаем мерить, ну, это такое больше как забава, но, естественно, там консультанты помогают, подсказывают, говорят, что идет, не подходит, потому что сам ты себя со стороны не видишь, иногда тебе кажется, что ты замечательен в чем-то, а со стороны это выглядит, так сказать, смешно, вот, поэтому, конечно, прислушиваюсь, но самые главные критерии – это, собственно, самоощущение в одежде, если тебе в одежде комфортно, если ты себя чувствуешь уверенно, значит, она тебе идет, вот, и мне так кажется, может быть, я не прав, конечно. Вопрос от Марии. — Не было ли у вашей новой группы «Форпост» желания покорить Евровидение? Если да, то поедете ли вы в скором времени на него? — Скажем так, по поводу Евровидения всерьез, я думаю, мы пока не разговариваем, для этого прежде всего нужна песня, песня специфическая, вам любой композитор скажет, что песня для Евровидения – это кусок жизни буквально, это целый набор определенных законов, поэтому посмотрим, если будет достойная композиция, чем черт не шутит, в этом году организовывает Евровидение в России первый канал, а мы с первым каналом, как говорится, дружим, дружны мы с ними, посмотрим. В любом случае, попытка не пытка, лично я так считаю, но, опять же, повторюсь, здесь творчество первично. Будет песня, тогда и поедем. Песни не будет, мы не поедем. Ехать ради того, чтобы просто ехать, ну, это не для нас. Мы ставим серьезные, большие задачи и цели. Во всяком случае, Евровидение, конкурс, мне очень нравится. Я два года там присутствовал, непосредственно на самом Евровидении, там, как наблюдатель, как гость, как зритель. И, честно, этот праздник музыки всегда, прям с детства, вызывал во мне какой-то невероятный трепет. И я не представляю ту ответственность, которую испытывают артисты, выходя на сцену, представляя свою страну. Но вот по мне так, я не прочь был выйти на сцену и представить свою страну. Я этого не боюсь, наоборот, мне эта очень идея нравится. Но здесь я повторюсь, творчество первично, будет песня, поговорим. Пока такой песни у нас нет, как мне кажется. Дима, что, на твой взгляд, хуже для Творца? Слава во время жизни, а после нее забытие? Или же, наоборот, неприятие обществом в жизни и посмертная слава? Ну, знаете, я еще в детстве сформулировал для себя, сам для себя некий тезис о том, что Дима Бекбаев живет на планете Земля только один раз. Ну, это я сам для себя сформулировал. И благодаря этому достаточно активно стал по жизни, как говорится, себя подгонять, себя стимулировать. И считаю, что если есть какие-то идеи, если они возникают, их нужно непременно воплощать. Не делая сносок на время, возраст, возможности, деньги. В общем, кучу оправданий может наш мозг выдать моментально. Все-таки, если есть какая-то идея, есть какая-то цель, надо к ней подвигаться. Что лучше, там, я не знаю, гранит при жизни или гранит после смерти, черт его знает. Ну, дай бог, что там не зря я тружусь, что и после смерти меня добрым словом вспомнят, книжку мою, может быть, перечитают. Я буду, конечно, счастлив, если честно. Но и при жизни, конечно, артисту, артисту, мы же не художники, мы же не писатели, мы артисты. Мы либо востребованы сейчас, неважно какой аудитории, либо потом уже никто не сможет прийти в театр и оценить мою блистательную игру. Ну, блистательную, естественно, так это, с юмором к этому подхожу. Поэтому, поэтому вот так. Следующий вопрос от Олетки. Дима, почему вашей книги нет в продаже в Киеве? Очень хотелось бы почитать, а найти не могу. Вы знаете, книга вышла, я беру на себя всю эту вину, вышла очень, как оказалось, ограниченным тиражом. Я боялся рисковать, потому что это был мой проект, и я его сам ввел от начала до конца. Как говорится, от написания до конкретной полки. Все это было проведено именно мной. И я, если честно, боялся, что ее будут ценить только, скажем, моя аудитория. Что, скажем, особенно никто ее там не в моей аудитории прочитать не захочет и, может быть, там, не порекомендует. Книги это как и театр, сарафан на радио. Никакой рекламой ты не заменишь спрос в этом ключе. Поэтому книги очень быстро раскупили. Сейчас они остались только в одном магазине в Москве. Они просто взяли сразу много. И молодцы. Вот они у них сейчас по-прежнему есть. Вы можете всегда попросить на моем форуме, чтобы кто-нибудь купил книгу именно в этом магазине. Не будем сейчас его называть. Все есть на моем официальном сайте. И вам по почте отправил книгу. Собственно, в этом нет никакой проблемы. Но, повторюсь, я беру на себя всю вину. Их действительно очень мало мы напечатали. Но, вы знаете, зато мы все продали быстро. А это очень хорошо. Это значит спрос был. И спрос есть по сей день. Во всяком случае, книжка про Роберта Паттинсона, напечатанная меньшим тиражом, до сих пор стоит на прилавках. Моя уже продана. Док-тираж не планируется? А? Док-тираж не планируется, если книга так быстро продалась? Ну, вот сейчас мы... Сейчас я позакрываю. Знаете, у меня в моей жизни последние полгода напоминает такую стену. Значит, знаете, из которой вот так вот пробивается вода. И я, значит, не успеваю закрыть одну, вторая. Водичка тут зажжет. Я вот так вот этим всем занимаюсь, а вода все проникает и проникает. Уже не знаю, чем ее затыкать. А Ирине или Шейдман спрашивают. Дима, меня волнуют такие вопросы. Из-за такого напряженного графика у вас остается свободное время на отдых, на вашу вторую книгу, на встречу с ребятами из группы. Удается отдыхать вообще? Ну, я уже много раз озвучивал, и, к сожалению, как попугай, говорю одно одно и то же о том, что для меня отдых – это работа на сцене, работа со зрителем. Это мое призвание, и я в этом чувствую, не чувствую работы. Поэтому отдыхать от своего призвания считаю неправильным. Я не устаю от своей работы. Назовем ее так, да? От своего предназначения. Я счастлив к тому, что я имею возможность заниматься тем, чем я сейчас занимаюсь. И очень боюсь это потерять. Что касается встреч с ребятами, мы постоянно с ними на связи, и мы постоянно с ними встречаемся, и очень много времени проводим вместе. Что касается второй книги, ну, мне сейчас интереснее проявить себя, скажем, в каких-то новых историях. Во-первых, я не говорю о том, что я перестал писать, но мне гораздо сейчас интереснее. Во-первых, я писал Дориана Грея, тоже очень много сил, у меня забрала эта инсценировка. Плюс второй театральный проект, плюс блоги. Я веду блог и на мейлы, и в Браво. В общем, везде, где только можно, я веду серьезные блоги, публицистика отнимает много времени. Поэтому, если вы сейчас говорите о книге только для того, чтобы, а, вот Дима еще одну книжку написал, галочку. Ну, знаете, если хотите меня читать, для возможности есть всегда. И на моем сайте, и на моем блоге. И публицистика у меня, слава Богу, присутствует в полном объеме. И наша книга подходит к концу. Последний вопрос, который волнует многих девушек. Свободны ли сердце Грибы Бигбаева? Я уже отвечал, давайте другой вопрос. Чтобы у нас уже последний вопрос, давайте с фанфарами. Что-нибудь такое. Хорошо. А, вопрос о правах. Было тоже несколько вопросов. Слышали, что ты сдал на права, планируешь ли покупать машину? Если да, то какую, модель, цвет и по каким критериям выбираешь? Да, сегодня я уже тоже говорил на эту тему, но я говорил в передаче, которая была не онлайн, поэтому можно сейчас буквально эксклюзивом озвучить. Да, действительно, с правами у меня. Слава Богу, наконец-то все уже, вот, вот, все не подкопаться, как говорится. И все экзамены я честно сдал. И отходил, и отстоял эти очереди. Очереди опаздывал на репетиции, все на меня злились. Но что сделаешь, как говорится, сдавал очень усиленно, долго. И вот в ГАИ, когда сдавал теорию, провел 7 часов. Но ничуть об этом не жалею. Зато они для меня теперь эти права дорогие. И я ни в коем случае не буду нарушать. Для того, чтобы опять эти круги ада не пройти еще раз. Назовем это так. Что касается машины, действительно, буду ее покупать. Буду покупать ее после Нового года. Здесь во мне заговорил, уже, как говорится, такая коммерческая машинка заговорила. Потому что после Нового года цены на машины на определенное количество процентов опускаются. Мне бы хотелось воспользоваться этой чудесной историей. Я скажу, что это будет, скажем там, не маленькая машина. Ну, и не очень большая. Вот когда куплю, следите за Твиттером, сразу выложу. Вот, никаких публикаций, связанных с тем, что я там, не будет. А тем, кому интересно, можете в Твиттере посмотреть. После Нового года будет машина. И спасибо за навигатор, я оценил. Это крайне ценный подарок. Тоже непременно-непременно я его туда и восстановлю. Тоже все выставлю, все фотографии. Мы там сделаем завершающие слова для наших зрителей. Украина, я тебя безмерно люблю. Я сейчас знаю, что смотрит не только Украина, смотрит буквально все интернет-пространство. Друзья, спасибо, что вы следите за моими переездами сегодня. Я очень много дружусь, очень много работаю. Только во имя того, чтобы вам было чем гордиться. Чтобы вы ни в коем случае не думали, что ваш артист почивает на лаврах в какой-то период своей жизни. Снял клип, еще что-то. Мы очень много трудимся. Коллектив «Форпост», я лично. Вас ожидает огромное количество сюрпризов. Главное, уверенно смотреть в будущее. Умоляю вас, пожалуйста, максимально поддерживайте наш коллектив. Потому что, как я уже говорил, крыши у нас нет. Попросить за нас не у кого. Поэтому голосуйте, будьте активны. Отписывайтесь по всем информационным поводам. Потому что бис – это бис. Как бы за нас особо все решали. А что касается «Форпост», очень важно ваше мнение. Потому что мы сами принимаем решения. И мы хотим делать то, что вам действительно нужно. Поэтому будьте максимально активны. Принимайте участие в конкурсах. Я вас очень сильно люблю. Тем, кто с нами сегодня был, скажем, не в первый раз. Хочется сказать огромное спасибо за то, что поинтересовались скромной персоной Димы Бикбаева. И надеюсь, что вам было с нами интересно. Спасибо, КП и ЛА. Теле 7. Теле 7. Огромное спасибо. Потому что всегда быть со зрителем – это великий подарок для артиста. Поэтому спасибо вам за такой подарок. И спасибо всем, кто был с нами. Всем пока.